всех приветствую на своем канале сегодня хотел бы вам рассказать историю в которой по моей вине мой же подписчик чуть не расстался со своими деньгами и чуть не приобрел кролика сомнительного качества подробности далее погнали немного забегая вперед скажу что для моего подписчика эта история закончилась благополучно на начинала все очень просто ко мне обратился человек мой подписчик и хотел приобрести у меня кролика но я всегда за пожалуйста приобретайте я не против вот мы с ним посчитали стоимость кролика стоимость доставки до моего подписчика и выяснилось что стоимость доставки обходится стоимость кролика то есть человеку не выгодно до купить было этого кролика и я его понимаю сам покупаю кроликов издалека и порой просто доставка обходится не то что стоимость кролика но бывает в два-три раза выходит дороже доставка чем сам кролик и я его понимаю вот я вошел в его положение говорю ну ладно выяснил где он живет и говорю слушайте у меня есть знакомые ну как знакомые я видел их на и фотографии в различных соц сетях ролики достаточно хорошего качества как бы кролики отличный даже можно сказать по крайней мере по фотографиям до которых я видел я говорю вот у меня есть знакомые могу его предложить его вам его на кроликов точнее он живет от вас недалеко и на этом вы сможете сэкономить на доставке то есть да вы выйдет дешевле он ну хорошо отправляю я ему контакты вот проходит несколько дней и он мне присылает фотографию тех кроликов видео присылает видео тех кроликов которые ему должен был продать по моей рекомендации человек и вы знаете когда я увидел этих кроликов до которые предложили моему подписчику я был просто в ужасе там кролики настолько ужасные да то есть уши в разные стороны какие-то непонятные выкрученные пузо висит до кролик вроде почти трех месяцев кролику да а у него пузо как у беременной доста последних сроках и я когда увидел я был просто в шоке я у него спрашиваю вы еще не купили он говорит да нет я вот решил вам показать и потом он говорит а вы не знаете почему у кролика а пузо такое большое то есть человек который ничего не понимает в кроликах ну именно во французских баранах это указал мне что да вот у кролика большое пузо я вообще я когда смотрел ё-моё чё такое и и вы знаете мне стало так стыдно я я за собой почувствовал такую вину да то что по моей вине да чуть человек не приобрел такое барахло ну кроме как слова барахло этим кроликам ну никак не подходит назвать их даже нормальными кроликами язык не повернется я говорю реально мне так было стыдно я говорю вы меня простите ради бога да я как бы ну я не думал что так получится да в других соц сетях там ватсапе вайбере и так далее этот человек выставляет совершенно других кроликов я не знаю почему он хоть и хочет вам продать вот этих кроликов да я у меня таких даже не видел да если сравнивать что тот вылаживал до этого и что он предложил моему подписчику это небо и земля вот там тысячу извинений ему да он вошел в мою положение города вы не переживайте вы не волнуйтесь это не ваша вина как бы ну как мне ну я не знаю может быть он меня просто пытался успокоить этим да но за собой вину я в любом случае чувствую потому что я для моего подписчика являлся гарантом даме между покупателем и продавцом то есть я рекомендовал ему этого человека да что он ему предоставит хороших кроликов то есть конечно это моя вина и все я получается ну тысячу извинений и так далее да действительно до сих пор стыдно еще раз приношу свои извинения моему подписчику я знаю что вы смотрите это видео и надеюсь вы меня простите ну вот так вот да как бы получилось а вот ну и все и дальнейшем не подписчик потом говорит можно я вам ну буду отправлять там фотографии или видео тех французских баранов которые хочу приобрести а вы их уже оцените я грунт ладно хорошо на том и порешали прошло несколько дней я не угомонился у меня вот здесь это все сидит да как бы моя вина да я я не несу за это ответственность и я все-таки написал этому человеку продавцу всем кролиководы да кто занимается более-менее плотно кроликами все мы заочно друг друга знаем где-то пересекались а где-то перекидывались а там сообщениями и так далее вот и я ему пишу слушай друг в общем тебе-то такой-то такой-то писал да насчет таких-то таких-то кроликов он говорит дописал я груз слушаю ничего понять не могу чё за дела почему ты ну там соц сетях когда выставляешь такого качества кроликов да а вот этому человеку ты предложил вот такой вот хлам а он знаете что мне сказал да это вообще меня поразило он не сказал а он чё тебя да какая разница от кого от меня он или не от меня я группа почему ты делишь людей да по блату да или не по блату да как бы он уже все равно ничего не понимает ну в кроликах да по французских баранах ему какая разница в смысле какая разница вы чё а я когда вот это вот услышал все я его ягру ладно все давай короче до свидания все с тобой ясно и все я его закинул черный список то есть лично для меня я вообще таких людей не понимаю как можно делить покупателя да на человека который что-то понимает и и что-то не понимает и за счет этого ему можно либо продать хорошего кролика либо впарить если он что-то не понимает да цена та же самая но ему можно впарить я вообще никогда этого не понимал и теперь если даже ко мне кто-то будет обращаться например с тех краев где находится тот рекомендованный мною продавец я никогда больше его нет перед порекомендую я буду лучше людей отговаривать потому что ну ладно пусть он один раз до продал некачественный товар возможно где-то что-то но делить людей на то что понимает и не понимает и можно ли впарить ему да и либо продать хорошего ну я не знаю никогда так не делайте поэтому друзья еще раз хочу вам сказать что если вы занимаетесь продажами кроликов никогда не делите покупателей на тех кто понимает и те кто не понимает и никогда не продавайте если человек понимает хорошего кролика да а если человек не понимает не надо ну что впаривать ему некачественный материал потом этот человек которому который ничего не понимает вы продаете вот этот хлам он свято верит что что это качественный материал, что это хороший кролик, начинает это плодить, потом начинает продавать, и потом кто-то ему со стороны указывает и говорит, что у тебя здесь то-то не так или это не так, он себя в грудь бьет, что у меня качественный материал, у меня достойные кролики и так далее, и начинается вот эта вся перепалка. Но оно вам надо, да, лишние вот эти вот разборки, разбирательства, ну, вообще лучше так не делайте. Ну и напоследок хотел бы вам сказать, всегда продавайте только качественный материал, и все будет круто. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok